И всем привет ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня мы вместе с вами обсудим новый вызов принят, который вчера у нас стартовал в игре, обсудим призы, рассмотрим их, сравним с теми призами, которые у нас были в прошлый раз, в прошлый раз я довольно долго не обращал внимания на этот вызов принят, после чего все-таки увидел нереально крутые награды и... Решил уже более внимательно следить за всем тем, что появляется у нас дополнительно в игре, а именно в ивенте вызов принят, на сегодняшний момент времени у нас следующие награды на этот челлендж на эти 15 дней, за первое место у нас Hyperion XT, за топ 10 гиперскоростные снаряды, топ 100 получает 100 танкоинов, ну и топ 1000 получает 300 батареек, если сравнить с теми призами, которые у нас были в прошлый раз, В прошлый раз у нас был, здесь кинг контейнер, здесь было вроде как 300 танкоинов, и здесь было 1000 батареек, и все это дело было связано с тем, что у нас не работала игра 2 недели, как бы было 2 объединено вызова принято в 1, То сейчас это выглядит, ну явно не таким каким-то сверхдополнительным бонусом, единственное, что здесь может привлечь многих, кто не имеет устройства гиперскоростные снаряды, то ребята будут бороться за этот топ 10, и будут стараться входить в десятку, дабы получить этот замечательный гром Дальше же Hyperion XT, на мой взгляд, ну наверное не самый желаемый дрон, да, если сравнивать его например с кризисом, ну и по дополнительным наградам за топ 1300 батареек, наверное, все равно приятно дополнительно получить, ну и сотка танкоинов здесь тоже выглядит как дополнительный бонус для всех тех Все каждый раз я говорю одно и то же, о том, что этот мини-ивент, да, назовем его вызов принят мини-ивентом, его нужно развивать, и из него можно сделать вообще очень жесткое подспорье для интереса игроков, да, можно добавлять большое количество дополнительных наград на топ 20, топ 30, топ 40, топ 50 и так далее И каждый раз я это говорю, и по сути у нас с месяца в месяц ничего особо здесь сильно не меняется, я надеюсь, что когда-то я дождусь и зайду сюда и скажу Вау, нифига себе, тут будет не 4 ячейки, а тут будет например 8 либо 12 ячеек с дополнительными призами, и реально появится дополнительная мотивация играть больше, бить звезды больше, возможно даже покупать звезды Чтобы получать эти дополнительные награды, но на сегодняшний момент времени я просто, наверное, захожу сюда, смотрю, кто набивает больше звезд, кто покупает больше звезд, смотрю вообще за игроками, да, и, ну, больше слежу, да, то есть и за своей статистикой заодно тоже поглядываю Смотрю, какое место я здесь занимаю и из этого примерно рассчитываю, сколько игроков в нашу игру играет активно, да, то есть если я, например, выполняю ежедневно заданки, да, и у меня 226 звезд и я при этом 26 тысячное место, да, то есть 26 по 1000 места занимаю, да, то, ну, это показывает тот факт, что в нашей игре до сих пор очень хорошая активность среди игроков И не просто, да, онлайн какой-то, да, какие-то там минимальные цифры, а именно игроки, которые активно играют в игру, которые либо там покупают звезды, либо выполняют ежедневно заданки, либо просто там заходят дополнительные бонусы забирают, да, и уже вот исходя из этого складывается неплохое впечатление Чем выше я место занимаю, я имею ввиду именно выше с точки зрения хуже, да, тем больше, значит, у нас есть активность в игре и это меня, конечно, не может не радовать Ну, а что касаемо призов, то я думаю, что будут те ребята, которые будут заинтересованы в борьбе за этот гром, да, если бы я бы на бездонате, может быть, имел бы большое количество танкоинов и у меня они были бы лишние То я бы, может быть, даже бы приобрел бы звезды, чтобы получить себе на аккаунт этот замечательный громик, да, потому что у меня там аресогром раскачан и эта линейка супер актуальна Плюс этот гром можно было бы там на прибыль развивать, да, хоть его и занерфили, но все равно это очень крутое устройство Да, оно, может быть, на дистанции может поднадоедать, но, в принципе, если раскатывать большие карты и постоянно напикивать те бои, которые хорошо подходят для этого грома То можно его реализовывать на прибыль и каждую катку набирать большое количество опыта и получать за это большое количество опыта кристаллов тоже нехилое количество Ну а так, ждем новые ивенты, в этом месяце, по моим прогнозам, должно выходить много чего интересного Пока что я думаю, что разработчики еще находятся в таком небольшом отпуске, но все равно мы ждем дополнительный контент Постараемся как можно быстрее закончить этот челлендж, чтобы можно было получить с челленджа вот этот вот замечательный страйкер ультра У меня останется тогда здесь всего лишь 5 предметов, ну и тогда можно будет уже пробовать открывать ультра-контейнеры Быть может выбивать еще какое-нибудь красное освещение, если мне так сильно повезет, конечно же Ну и потом открывать скин-контейнеры и уже надеяться выбить из этих скин-контов Мой замечательный Aris XT, который я лично уже давным-давно хотел бы видеть на своем аккаунте Вот такой вот видос у нас сегодня довольно небольшой получился Поддерживайте данный видос лайком, пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу вызова принят Ждете ли вы каких-то новых дополнительных ивентов, интересен ли вам вообще вот этот вот замечательный ивент Стараетесь ли вы набивать больше звезд, сколько звезд вы вообще имеете по окончанию каждого вызова принятых примерно Да, и какое место вы занимаете среди активных вот этих вот замечательных игроков Не забывайте также, конечно же, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике Мы лично и так это тактим, постановите его, поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 300 тысяч танкоинов Все информации по розыгрыше есть в описании У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока